Рюкзак тактический на 65 литров, расцветки будет 4, мох, самая актуальная, не менее актуальная наша зеленочка пиксельная, вражеский мультикамп. И для туристов-страйкбалистов у нас вот такая вот общевойсковая оливочка. Ребята оттуда, я имею в виду с СВО, связывались непосредственно с Курсом и просили именно эту модель, именно эту расцветку, как правило, и именно этот объем в 65 литров. Некоторые в лагере советуют брать побольше, но те, кто уже там, просят именно вот такой. Это не комбат-рюкзак, это больше бытовая такая походная история. Кстати, по цене. Цена будет адекватная, а качество будет напоминать Вартек. Вартек вообще крутые ребята, делают круто, но дороговато. По качеству будет ничуть не хуже, а ценник будет не доходить до 5000. Со скидкой получается очень выгодно, не жалко порвать и не жалко, если своруют. Да, в армии воруют повсеместно и много, в любой армии мира абсолютно. Поэтому цена это все-таки, можно даже парочку взять один в другой и положить. Шучу. Так, давайте все-таки посмотрим ближе на рюкзак. Петли эвакуационные здесь сверху и снизу. Как ни упади, будет за что вас вытащить. Хорошо пришиты, претензий мало. Огромное количество различных регулировок, которые позволяют настроить рюкзак для того, чтобы было удобно, для того, чтобы уменьшить профиль, для того, чтобы это было менее заметно и меньше за все цеплялось. Фурнитура здесь какая-то брендовая, китайская. VTX. В меру жесткая, в меру мягкая и очень прочная. Также отличные молнии. Субъективно, конечно, но раз люди просят, которые ими пользуются, значит с этим тут все в порядке. Сверху у нас крепление есть для палатки, хотя здесь носить ее, наверное, не стоит. Ну, пускай будет. Пускай кто-нибудь поносит сверху, потом расскажет, удобно ли, когда бьет по башке. Та же самая тема есть и снизу, но снизу опять тоже палатку никто не носит. Вот максимум, чтобы привязать, дотянуть в руках, там, закинуть в машину, либо в вагон долететь не более. В походном положении палатка снаружи вообще никак не носится. Ну, если человек более-менее опытный. Если неопытный, пускай носит, со временем дойдет. Далее, для чего боковые карманы, думаю, нужны все догадываются. Передний карман для перекусов, для мелких денег. Далее у рюкзака довольно интересное решение, помимо верхнего клапана. Он здесь защищен, здесь первый контур утягивается. Второй контур клапан и утягивается. Если в воду попадете, воды не наберете и не потонете. И более того, еще имеется нижний клапан. Кстати, вот все отстегивается. Нижний клапан. Расстегнули. И, к примеру, ту же самую палатку или спальник, который у вас лежит снизу, и сверху вы свои там эти котелки крестить не хотите, хотя лагерь в первую очередь нужно разбить, к примеру, непогода началась. Таким вот образом все можно легко извлечь. То есть два клапана основных сверху и снизу. Здесь у меня, кстати, лежит не палатка, а спальник. Кстати, тоже продается. Кому нужна ссылка, просите, оставлю. Видим, как все прошито, видим утяжечку. Вставляете, насколько можно уменьшить сам рюкзак. То есть если его утягивать, и что он из себя будет доставлять по высоте. То есть 65-литровый превращается практически в комбат литров на 25-30. Что у нас впереди? Лямки с климатиком. Не так сильно будет вам наминать это, не так сильно будет преть. Два ремня, поясной и нагрудный. Еще важный момент насчет нижнего ремня. Обратите внимание на климатик внутри. Лямочный и вот поясничный. Кстати, о пояснице. Здесь есть регулировка. Таким образом вы можете настроить рюкзак под себя, под свой рост. Чтобы этот климатик у вас соприкасался непосредственно с поясницей. Таким образом, если вы натянете поясной ремень достаточно плотно, вся нагрузка у вас, ну не вся, но со спины значительная нагрузка уйдет в поясницу и в ноги. Спина гораздо быстрее устает. Там банальная тоньшая мускулатура. Вообще задача спины не в том, чтобы носить грузы, а в том, чтобы носить вашу верхнюю часть тела. Не более. Потому даже при незначительном весе, килограмм в 5-10 рюкзака, через несколько часов спина начинает ныть. Притом у человека абсолютно любой подготовки. И вот эта вот штука очень сильно спасает. Ну, думаю, опытные туристы и тактикульщики знают. Ну и напоследок показываю, что рюкзак у нас непростой. Он у нас каркасный. Внутри алюминиевый каркас жесткий, который держит форму. Также еще чуть не забыл. С обратной стороны у нас еще есть два кармана. Один сверху, не знаю зачем, может быть, что-нибудь положить. Лишних карманов не бывает. А во втором лежит у нас специальная защита от непогоды. Как-то так эта тема будет выглядеть вместе с защитой. С нами был Виталий. Тактический рюкзак на 65 литров. Пользуйтесь скидкой. Ждем вас в социальных сетях. До встречи. Да.